Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Но оказывается, что он глупый, то и щедрость, и доброта померкнет. Это все должно быть в тупе. Так, вопрос за 9 апреля. Чего вы никогда не делали? Что-то одно, надо сказать. Ага, чего я никогда не делала. Не прыгала с парашютом и никогда уже не прыгну. Раньше хотелось мне банджи-джампинг вот этот или с парашютом. Но сейчас точно нет. Сейчас вообще не факт, что я сяду на какую-то горку экстремальную. Мне разонравился экстрем. Я не скажу, что он мне когда-то нравился, но тем не менее, когда я была помоложе, да, вот ты преодолел, ух, страшно. Сейчас вообще не вижу смысла рисковать, да. Ну, как бы, вот тут я рискую, например, со шприцом, да, может быть, какие-то попалчики. Но тут есть за что ты рискуешь. А просто рисковать там, то есть ты за это ничего не получаешь. Тебе никто за это ни денег даст, ни красивой фигуры, ничего. Смысл рисковать. А мне в последнее время очень много вылетает. Я, видимо, засматриваюсь, потому что, ну, невозможность уже этот ролик смотришь. И потом алгоритм считывает, что ты задержалась на этом ролике, и выдает тебе дальше. И вот они мне выдает эти, не паркур, паркур, это которые, ну, тоже они начались с паркура, а теперь уже те, которые вот на какой-то безумной высоте, без всякой сноровки, ну, в смысле, без всякого снаряжения. Сноровка, может, у них и есть наверняка. А вот без канатов, без ничего, просто без страховки, вот они где-то лазают там, перепрыгивают. У меня при просмотре уже ладошки потеют. Это, конечно, игры со смертью. Вот, ну, а теперь пора поесть. Время уже час дня. Я еще не ела. Нет, время уже два. Мои часы тут не перестроились, надо как-то перестроиться. Уже два. Что происходит сегодня? Мне сейчас приходит e-mail, что я на одном сайте заказала вещей. Сумочку Prada, мужские шорты от Stone Island, какие-то там, короче, на 5000 евро. И, типа, они проверили мой заказ и не могут мне выслать, чтобы я должна сначала заплатить. Там, видимо, выбрали, чтобы у меня сняли с карты. Но они, видимо, подумали, что это большая сумма и решили, сказали, вы сначала заплатите, потом мы вам вышли. Я такая в шоке. Открываю свой компьютер. У меня 700 с лишним e-mail'ов. Кто-то, мои даты где-то были сворованы. Я вчера или сегодня, или вчера зашла на какую-то страничку. Эту информацию я читала, не помню о чём. И бывает, что на всю страничку выходит реклама, да, и ты не можешь никак убрать. Типа, ты даже не реклама, а типа, акцептируйте, что мы можем пользоваться информацией. Но чаще всего на добросовестных обычных страницах это просто для улучшения своего сервиса и для таргетовой рекламы. В принципе, я ничего против таргета не имею, потому что, например, когда я вот искала, ну, например, коляску детскую, да, я не знала ничего, где искать что. Мне стоило пару раз лайкнуть, и всё, и так сработала таргетовая реклама, и мне везде выдавали сайты с колясками. Это было очень удобно. Вот, но некоторые недобросовестные сайты как-то ты там соглашаешься, естественно, ты ничего не читаешь, и тебе потом вот они, видимо, продали куда-то мои даты. Я не знаю, вот я сейчас стою, разбираюсь, сейчас там я позвонила, менять пароль. У меня более 700 сообщений. У меня в день приходит, ну, пару штук. 700 с лишним, и какие-то вообще левые на английском языке. Типа, где-то подпишитесь, отпишитесь, ничего такого, но мне придётся все их проверить, потому что просто жесть, ребята. И обычно я такие страницы, когда прям там нет выхода, что ты либо акцептируешь, либо нет, я всегда вот закрываю эту страницу. Я думаю, не буду ничего акцептировать, но что-то я искала, и мне прям очень нужна была эта информация, и там это было, и я что-то так нажала, и вот те она. Короче, будьте аккуратны, я не знаю, эти мне искали в полицию, тоже задайте. Я даже не помню, где на какой-то странице было. Поэтому я не знаю, что я в полицию там задам. Офигеть, просто офигеть. У меня пришла посылочка. Я увидела эту штуку в интернете. Я хочу над Соней пошатить. Это такая матрёшка, в которой очень много. Ну, как матрёшка-это. Боже, кто это, цыплёнок? Такого чумазика забрала. Волосы на лице не дала убрать их. Давай. Ух ты, ничего себе круто. Дай уберу вот здесь. Нет, всё, пойдём. Ну, давай на раз. Нет, оттуда не надо, Соня. Пониже стень. На одну ступеньку пониже. Вот так? Да. Вот так? Нет. Вот так? Да, вот так. Вот так? Нет, ножку тоже опусти. Вот так? Да. Вот так? Да, супер. Вот так отсюда прыгай. Можно? Можно. Давай. Ух ты, здорово. Всё, Соня, пойдём. Молодец. Умно. Да, я вижу. Очень круто. Ух ты, спортсменка моя. Я стараюсь. Стараешься? Молодец. Молодец. Ребёнок заснул. Вы представляете, я вам недавно рассказываю про Эверест, значит, про альпинистов и всё такое. Сейчас захожу в Инстаграм, и я уже сто лет слежу там за одной девочкой. Ну, её зовут Лера. У неё собака Хаски. Она мне, кстати, давно уже не попадалась в Инстаграме. Вот попался её пост. И она поднимается на Эверест. Она не альпинист, ничего, просто вот захотела. Она, у неё Инстаграм, по-моему, миллионик, не помню. Я давно когда-то подписалась, она со своей собакой Хаски путешествовала по миру и делала очень красивые фотографии. И мне понравилось, я подписалась. Ещё Кирочка тогда была жива. Давным-давно. И вот сейчас мне попадается её пост, хотя, как уже сказала, давно она мне не попадалась в Инсте, потому что я на такое количество подписана. И она поднимается. Она говорит, что год назад она пыталась, её цель была дойти до базового лагеря Эвереста. На Эвересте базовый лагерь располагается на высоте где-то пять тысяч. Пять тысяч метров. У неё была небольшая гипоксия. Кислород упал до 62% у неё, она пишет. И, короче, она чуть не умерла и не смогла дойти даже до базового лагеря. И вот она за этот год бросила курить, как-то там тренировалась. И вот спустя год снова пробует, но уже её цель не до базового лагеря подняться, а до самого верха. В 8800 с чем-то метров, да. И вот она сейчас выставила пост и говорит, наблюдайте за моим восхождением в сториз. Так что я теперь буду следить, офигеть, какие совпадения бывают в жизни. Буду будить вот это вот чудо с бусей. Соня! Доча! Домой приехали, дочь! Доча! Сонь! Соня! Да. Ладно. Выходим. Попробуем с другой стороны. Что, солнышко? Вы приехали домой. Ты спать хочешь, да? Да. Дома хочешь поспать дальше? Да. Пойдём, моя девочка. Пойдём, пойдём. Всё. Беру, беру тебя на ручки. Сейчас я тебя вытащу отсюда. Вот так. Дай мне одно. Дай мне эту уточку. Ой, там что, ещё одна? Ой, ещё одна, Сонь. Ого, сколько там? Ну, наверное, всё? Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Сколько уточек! Это что? Вот такая матрёшка! Ничего себе! Это нерв маль. Это нерв маль. Вы туда ставь! Это тюльпина? Я только... Наверное, всё, последнее Ещё есть Ну вот, самая маленькая уточка Что тебе на обед Или на ужин В общем, супчик С картошечкой и рисом Курочку туда или отдельно будешь есть? Туда кинуть? Кидай сама Дуй только Горячий же Умничка, вкусно? Угу Ну супер Сегодня у меня на ужин огурец И бокал вина Я всегда вино разбавляю с водой Раньше могла спокойно пить вино Обычно белое или розовое Неважно, красное я не пью Сейчас вообще не могу Белое вообще перестала пить Мне это очень кисло Любое белое Даже моё, которое я раньше всегда пила Мне казалось не кислым Сейчас не могу Розовое, менее кислое И даже его Я больше не могу пить неразбавленным Вот просто Какое бы оно классное не было Это, кстати, Мировал Одно из моих любимых вин От Брэд Питта и Анжелина Жули И я всегда разбавляю 50 на 50 Вода и вино Нет у меня особого аппетита Ну, может быть, я, кстати, бы поела Знаете, что бы сейчас я поела? Хамончик Но хамона нет Поэтому у меня есть супчик Суп я не хочу Что-то готовить я не хочу Огурчик Я обожаю огурец И он вкусный Вот зимой Огурцы невкусные Они такие, как вода На вкус А сейчас прям такие сладенькие Соня уже уложила Сейчас где-то 8 вечера И Хочу сейчас Почитать Соломонову Я, кстати, вчера Перед тем, как Начать читать Анну Каренину Перед сном Читала Соломонову Страниц 80 я прочитала Ну, стихов, да И половину Даже, наверное, процентов 70 Я знала Вот И какие-то мне не понравились А какие-то Хотя тут стоит, что это лирика Но тут очень много и таких стихов Современных Или саркастичных Нелирических, так сказать Так, ну давайте я вам сразу Пару стишков почитаю Я знаю Вы любите И я тоже А можно я буду Хорошей и нежной Без грустных движений Без резких батманов Смеяться над вечным Все реже и реже Не думать о свинге И марихуане Смотреть на детей В странных комбинезонах С тележкой Бродить в супермаркете Долго Любить равномерно Четыре сезона Постель Растилать Не по принципу Долго А можно я Вычищу память Как сумку Где множество мусора Там за подкладкой И прошлые комиксы Чьи-то рисунки Бежалостно вырву Из общей тетрадки А можно я снова Как будто впервые Сто раз ошибусь Зарекусь Мне же часто Так хочется верить Что люди живые Они из пластмассы Они из пластмассы Это не простое озарение Это избавление от мук Я читала в книжках Что со временем Люди привыкают ко всему Человек по сути пластилиновый Остальное сущий формализм Жизнь такая мудрая и длинная Потому влюбляйся и молись Не мирись с жестокими нападками Пропускай идущих на пролом Чувствуй ветер голыми лопатками И расти по перышку крыло Кто живет по правде Кто по совести Кто по гороскопу Выбирай Жизнь кипит И каждый приспособился Сочиняя персональный рай Слабый, счастлив Аханем и оханем А безумец лезет на рожон Это только кажется Что плохо мне А на самом деле Хорошо Нет таких универсальных брошей Чтоб наряд украсили любой Невозможно быть для всех хорошей Будь собой Что в реальной жизни Что на сцене Как ты на пуантах Не пляши Кто-то непременно Обесценит От души Есть примеры сказочного тела Но с такой несказочной судьбой Подо всех себя не переделать Будь собой Будь собой Не значит доминиры Презирая в людях простоту Даже сделав модные виниры И тату Въехав с чемоданами От гучи В президентский риц Или собой Ты столкнешься с тем Что кто-то круче Будь собой Нет вершины пищевой цепочки Вирус убивает короля Не бывает кайфа без побочки Вуаля Если ты не собственная чей-то Рано или поздно будет сбой Самая надежная ячейка Быть собой Он говорит Как ты? Я говорю Трудно Села играть в карты Да ни одной крупной Карту бы неплохую Козырь у нас трефы Я говорю Блефую Все говорит На блефе Я говорю А мог бы Сгладить мои потери Я говорю Взмокла Все говорит Потеет Я говорю Странно Столько всего дал им Видела инстаграмы Все короли Дамы Я не стою рядом Счастье Успех Прибыль Тут говорю Наряды Там говорю Кариба Он говорит Вот как Он говорит Все ли Зеркало есть? Фоткай Изображай веселье Вроде бы не ногая Шмоточки дорогие Я говорю Другая Все говорит Другие Может ты эгоистка Может не знаешь меры Люди теряют близких Люди теряют веры Всем говорит Проще Сталкивалась с войною Ты говорит Ропщешь Да Говорю Ною Сильная Молодая Чего тебе не хватает Я говорю Страдаю Все говорит Страдают Это закон жизни Нужно страдать Красиво Все говорит Не кисни Да Говорю Спасибо Ну и давайте Последний стих Про молодость Молодость Ты же такая умничка Только не уходи Хочешь Поедем И купим сумочку Сладкого поедим Хочешь Отправимся В путешествие К солнышку На восход Это какое-то сумасшествие Твой от меня уход Молодость Ты же такая близкая Близкому не предать Хочешь Я сделаюсь Альпинисткую Двинемся в холода Хочешь Игристого Хочешь Крепкого Выкроем Выходной Все что не клеилось Раньше с крепкими Соединим В одно Я же читала Про бедных Девственниц И про кровавый душ Может по простенькому Инъекции Пудра Помада Туш Может Останешься Даже временно Даже на пару лет Молодость Милая Современная Слышишь Ответа Нет Соломонова Сборник Лирика Вот Кому интересно Можете почитать Я стихи Я думаю На этом я и закончу Сегодняшний влог Подписывайтесь Кто еще не подписан Напишите Какой стих Вам больше Понравился И мы увидимся В следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok